Будущего правителя Великобритании навестила королева. Молодые родители принц Уильям и герцогиня Кейт приняли Елизавету II в своей официальной резиденции. Также со своим первым племянником познакомился и младший брат Уильяма принц Гарри. С подробностями Светлана Чернецкая. Это первая ночь, которую Уильям, Кейт и новорожденный принц провели не в больнице и без помощи медперсонала у себя в официальной резиденции в Кенсингтонском дворце. Молодую маму и малыша отпустили домой уже через сутки после родов, конечно же, тщательно обследовав. Появление на публике венциносной семьи вызвало настоящую истерию. Эти кадры за несколько минут облетели весь мир. Фотографы ловили первое шевеление ручки маленького принца. Многие телеканалы вели прямую трансляцию у стен госпиталя. У него очень хорошие легкие, это точно. Он большой мальчик, достаточно тяжелый. И мы все еще думаем над именем. Еще в больнице внука навестили бабушка и дедушка, а сегодня в Кенсингтонский дворец приехала сама ее величество. Королева Елизавета II решила поскорее познакомиться со своим третьим правнуком. Прадедушка приехать не смог. 92-летний принц Филипп все еще восстанавливается после операции на брюшной полости. Это был получасовой частный визит. И неизвестно, дала ли королева советы по поводу имени наследника. Сама она думала целый месяц перед тем, как выбрать имя своему первенцу, принцу Чарльзу, дедушке малыша. Отец новорожденного Вильям тоже получил имя только через неделю. Сама молодая пара сегодня сбежала от лондонской суеты. Этот дворец еще и музей, здесь всегда много туристов. Кейт и Вильям отправились с малышом к поместью Миддлтонов, пригороде Лондона. Родители Кейты станут главными помощниками в первые дни после рождения. Тем более, что пара отказалась от королевской традиции привлечь няню к воспитанию принца. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер. И буквально только что стало известно, что наследнику британского престола дали имя. Как подсказывает мне редактор, новорожденного назвали Георг Александр Луис. Об этом официально сообщил Королевский двор.